Поэт, актер, автор песен Владимир Семенович Высоцкий был символом своего времени, кумиром целого поколения. Миллионы наших сограждан были поклонниками его творчества. Интерес к нему не угасает до сих пор. В Музее истории и краеведения состоялась встреча со школьниками. На ней молодежи рассказали об интересных фактах из жизни выдающегося человека, о его связи с Кубанью и основных темах лирики поэта и музыканта. 25 января талантливому актеру театра и кино, поэту, автору и исполнителю собственных песен Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы ровно 78 лет. Для большинства наших граждан он был настоящим кумиром, но и сегодня его творчество не теряет своей актуальности, так как затрагивает такие вечные темы, как правда и ложь, добро и зло, верность и предательство. На встрече присутствовали не только школьники, но и жители города, которые помнят и любят песни Высоцкого. Среди них председатель Совета молодых депутатов Леонид Рябуха, директор Центральной библиотеки имени Лихачева Ирина Долгих. Старшее поколение гостей вспомнило о подобной встрече, посвященной творчеству Высоцкого, но неофициальной, даже полуподпольной. Она состоялась много лет назад. Мы вместе с методистами кинотеатра «Родина», с нашими специалистами библиотеки, мы решили провести киновечер. Несмотря ни на что, несмотря на наше немножко давление на нас. И вы знаете, когда мы пришли в зал, там были киноотрывки, и мы читали стихи, и показывали, пели песни. Зал был полон. Люди стояли в проходах, просто посмотреть, интересно было так. Мы этого сами даже не ожидали. В репертуаре Высоцкого более 600 песен. В них отражались разные темы. Военные, блатные, юмористические, романтические. Жизненный путь поэта связан с Кубанью. Он посещал наш благодатный край несколько раз. Впервые он побывал здесь в 1953 году. Тогда свои летние каникулы он провел в станице Бескорной. Был он в нашем Краснодарском крае и в следующем году. Посетил Сочи, Адлер и Хосту. В Хосте был и в 1957 году. Организаторы постарались воссоздать атмосферу 60-х, 70-х. Собрали целую коллекцию книг о Высоцком и его пластинок. Школьники услышали песни автора, проигранные на настоящем электрофоне, который в наши дни можно увидеть разве что в музее. На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит бутеры цветов, И вечный огонь зажигают. На встрече школьники смогли окунуться в творчество барда и через живую музыку. Специально для этого в музей пригласили преподавателей детской школы искусств. Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре. Вот раздуха грация и пластикам. Общеукрепляющая, утро отрезляющая. Если жив пока еще, пластикам. Встреча получилась очень познавательной. Ребята узнали об интересных фактах из жизни поэта, услышали много его песен, которые через десятилетия со времени создания по-прежнему заряжают зрителя необыкновенной энергетикой, теплотой и искренностью. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.